События, с одной стороны, это, безусловно, это акт вратаризм. Поджог церкви, никому это придется в голову. Церковь, выставшая, в здании выставы, которая выставила в Великой Отечественной войне, она палася руками по душе. Это, с одной стороны, безусловно, сигнал для всех нас, для общества. Потому что мы стали слышать детей. А с другой стороны, это не переговорить о помощи. Переговорить о помощи, когда уже никто тебя не слышал. Поэтому, я считаю, здесь ни в коем случае не принижает это значимое преступление, негативное явление, безусловно, заслуживающего его правилу. То есть, прецедентные, отрицательные оценки. Мы должны делать для себя, еще немножко посмотреть на свои детей, и делать еще лучше. Потому что нужно слышать детей, не доводя уже в эту ситуацию. А для этого нужно чаще с ними, во-первых, просто разговаривать. Во-вторых, мы должны видеть перед глазами примеры, за которыми хочется идти. Декларативные ценности какие-то, или лозумные, или, я не знаю, какие-то абстрактные фразы на стену, или на учреждениях. Прежде всего, пример на взрослых, которые окружают их. Видя наш пример, они пойдут за нами и поймут, что мы только так. Вы, которая произошла, вы как-то на контроле ее держите. Вы можете нам подкомментировать? Я внимательно слежу за этой ситуацией. Конечно, она меня возмутила, это глубина души, когда я прочитала информацию, где-то совершенно случайно, на самом деле, ее увидела. И, привязываясь к теме сегодняшнего форума, с одной стороны, хочется сказать, что, к сожалению, такие негативные примеры мужского поведения перед нашими детьми, они недопустимы. А еще, если это вредит здоровью детей, вот это ощущение несправедливости ни в коем случае должно оставаться у наших детей. Поэтому, после того, как были приняты меры в регионе, достаточно справедливо, я считаю, сегодня ведется расследование. Но самое главное, что дети сейчас идут на поправку. Я еще раз сегодня с мамой поговорю. Если такая возможность представиться, как тот мальчик, которому особенно сложно со здоровьем, я знаю, что его уже выписали из больницы. Эту ситуацию мы сегодня отпускаем. Как и все случаи, с которыми я встретилась на Саратовской земле, первый свой приезд. Мы тоже все их введем и полностью здесь мониторим это и есть личные обращения. Сегодня дети пролечены, которые обращались к нам на прием, получили гражданство и профессию тех, кто нуждался в этом. И сегодня как раз тоже мне сообщили о том, что построен, достроен тот лагерь, такой же прошлый мой приезд посещали. И дорожки сделаны, и в Алинбоку уже больше нет. Поэтому, что же, эти вопросы решены, у нас много других.